есть как бы две основные вещи есть сущность а есть форма если мы говорим про евангелие сущность неизменно остается вот это благая весь евангелие она не зависит ни от времени не от культуры не от моды не от того там современно актуально потому что она актуальна во все времена но не неизменно есть формы как эта сущность может воплощаться в той или иной культуре или в то или иное время так вот проблема часто христиан что мы консервативны в формах потому что формы они должны меняться язык меняется одежда меняется средства связи меняются когда церковь консервативно в форме то она представляет из себя больше уже музей как бы формы прошлых времен средних веков первого века христианства вот например некоторые христиане очень идеализируют первый век христианства хотим чтобы наша церковь была как тогда хотя возможно те же самые методы они сегодня совершенно бы не работали как например в свое время были очень популярны палаточные евангелизации сегодня это уже не так распространено не так работает или от двери к двери был такой метод сегодня это вызывает конечно больше недоумение чем какие-то хорошие плоды то есть могут меняться формы со временем а вот сущность она должна должна оставаться поэтому я абсолютно убежден что церковь должна быть в в сфере своих инструментов формах своих служениях в тренде времени потому что мы служим не только людям пожилого возраста но и молодежи и молодежь мы понимаем это будущее церкви важно уметь донести до молодежи на их языке используя их какие-то культурные парадигмы да донести до них евангелие а вот уже евангелие сама сущность она неизменна и нам очень важно понять нам нужно развиваться и в том и в другом есть люди которые понимают чтобы суть это не то что я пришел в церковь и я соприкоснулся с божьим присутствием и теперь все хорошо в божьем присутствии тоже нужно уметь возрастать и общение с богом как и знакомство с богом она точно также должно развиваться иначе это не общение не знакомства поэтому это важно с другой стороны важно также уметь духовные вещи духовные истины доносить до людей и важно развиваться то есть быть в курсе там youtube социальные сети это не что-то данное нам дьяволом это некие инструменты которые мы можем использовать а можем не использовать а можем неэффективно использовать вот поэтому когда церкви часто на эти такие модные там все так дизайнерские сделано там в кита сленге такие классные да но ты смотришь вот за всем этим вроде бы потрясающим инструментом сущность очень хиленькая то есть общение с богом до него уже не доходит да с другой стороны другая крайность когда люди углубляются в отношении с господом берут посты там какие-то молитвенные выезды но это как бы все варится в собственном соку и они не доносят до других потому что мы должны и других вовлекать в это общение со христом да это тоже тоже крайность поэтому нам важно и духовно возрастать и в то же самое время совершенствоваться в инструментах служения людям